выполнили задачу в Казахстане, вернулись домой. Прежде всего, я хотела бы попросить вас оценить ситуацию с позиции сегодняшнего дня. Решение о вводе миротворцев контингента ОДКБ было принято очень быстро. О чём говорит такая скорость действий ОДКБ и что показала эта операция в Казахстане? Николай Николаевич, прошу вас начать. Ну, я думаю, что та скорость, с которой было принято решение, она была обусловлена отработкой в рамках ОДКБ в течение очень многих лет всех механизмов принятия решения отработкой миротворческими силами, как и другими коллективными силами ОДКБ. Вы знаете, что в рамках ОДКБ не только существуют миротворческие силы, а есть ещё и коллективные силы оперативного реагирования. Они вот на протяжении очень многих лет в таком регулярном режиме отрабатывали совместные действия, отрабатывали способность проведения совместных операций и, наверное, тренировали в том числе возможность быстрой переброски контингентов в ту или иную точку. Если вы помните, несколько лет назад в рамках ОДКБ проводили масштабное учение, когда большое количество личного состава, коллективные силы оперативного реагирования в течение двух-три дней были переброшены на территорию Таджикистана. Вот это всё способствовало тому, что после принятия решений на применение миротворческих сил вот эта операция прошла практически молниеносно. Ну, молниеносно, конечно, относительно, но тем не менее, с учётом такого большого количества задействованных военнослужащих, действительно, она пошла очень быстро. И я бы хотел особо обратить внимание вот на что. На действия президента Республики Казахстан. Они действительно были очень продуманными, и его запрос на миротворцев был абсолютно своевременным. Глубоко убеждён, что если бы было какое-то промедление, если бы такой запрос был на два-три дня позже, то в Казахстане было бы кратно больше жертв и кратно больше ущерб, экономический ущерб от разрушенных административных зданий. Поэтому я считаю, что главное звено, ключевое звено во всём этом – это действие президента Такаева, который показал себя действительно самым наилучшим образом. Спасибо. Григорий Алексеевич, вас также прошу поделиться своей точкой зрения. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, во-первых, я разделяю подход Николая Николаевича Бордюжи. Действительно, все отмечают, и это действительно так и есть, очень высокая степень организации подразделению АДКБ и очень высокая степень оперативности в принятии решений. Вы понимаете, АДКБ ведь это не одно государство, несколько государств, и для того, чтобы принять решение об использовании войск или специальных сил реагирования АДКБ, нужно консенсусное решение. Если бы одна из сторон была против, я правильно понимаю, Николай Николаевич, уставные, так сказать, позиции, то это было бы невозможно. То есть здесь всё действительно сделано безукоризненно, и это говорит о том, что действительно очень много времени в своё время было потрачено не зря на отработку подобного рода действий. Меня сейчас другое как бы занимает и беспокоит. Вы понимаете, вот, слава Богу, обошлось без больших жертв, хотя даже гибель одного человека – это трагедия. Вопрос заключается в том, что дальше. Понимаете, только на взаимодействии в сфере обороны, что само по себе крайне важно, поддерживать стабильность во взаимоотношениях между государствами и внутри каждого государства, наверное, не так просто. На, я думаю, на первое место сейчас будут выходить вопросы экономики. Во всяком случае, об этом говорил и президент Такаев. И, собственно, проблемы в этой сфере и явились, как единодушно об этом говорят и независимые эксперты, и, так сказать, официальные лица. Неблагополучие в этой сфере явилось причиной возникновения, так сказать, тех волнений, которые были в Казахстане. Другое дело, там потом подключились некие иные силы, что, собственно, уже и вызвало потребность обратиться за помощью к АДКБ. Но насколько мы гарантированы от того, чтобы мы, я сейчас уже говорю от имени, так сказать, сообщества, вот там евразийского сообщества, ДКБ, в будущем от подобного рода проявлений, вот это большой вопрос. Мне так представляется, что как раз вот этим, видимо, нам всем и придётся серьёзно заняться и серьёзно над этим подумать.